Касым Жмар Токаев посетил правительство Великобритании в Казахстане и выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Президент также оставил запись в книге соболезнований. Токаев отметил, что на протяжении 70-летнего правления королева Елизавета II была выдающимся лидером и символом единства и стойкости Великой Британской нации. Ранее президент направил телеграмму соболезнования королю Великобритании и Северной Ирландии Карлу III в связи со смертью его матери королевы. Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования, слова поддержки и сочувствия королю Карлу III, королевской семье и всем британцам. Елизавета II, правившая Великобританией более 70 лет, скончалась в Шотландии в замке Балмарал возрасте 96 лет. Государственные похороны королевы Великобритании пройдут в Вестмистерском аббатстве через 10 дней после её кончины. Траур в стране продлится до этого момента. Народ Казахстана будет помнить её как выдающаяся личность, её человечность и мудрость. В будущие три года финансирование МЧС может быть сокращено почти в два раза. В проекте нового бюджета на 2023-2025 годы расходы министерства по чрезвычайным ситуациям запланированы со снижением с 200 до 120 миллиардов тенге в год. И это несмотря на плачевное состояние материально-технической базы ведомства, заявил в ходе презентации законопроектов в Можилисе депутат Дюсенбай Турганов. Вице-министр финансов Татьяна Савельева отметила, что в целом на все силовые ведомства денег было выделено достаточно. А на финансирование МЧС 2025 года в размере 120 миллиардов тенге она попросила не ориентироваться. Почему запланировали снижение такое вот с 200 миллиардов до 120 за три года почти в два раза? Это при том, что даже судя по последним событиям, которые в Кустановской области произошли, в каком плачевном состоянии материально-техническая база этого министерства находится? Это в связи с чем связано? Я просила бы больше ориентироваться на показатели 2023 года. В 2025 году расходы на матехоснащение, авиационную технику, пожароспасательную технику будут предусмотрены при разработке проекта бюджета на соответствующие годы. Как выяснилось, Минфин урезал деньги не только МЧС, но и в сфере торговли. Помните, министр Жумангарин предлагал выдавать 25 миллиардов из бюджета сахарным заводам для того, чтобы они закупили сырье. Взамен заводы обещали не поднимать цены на сахар. Помощь от государства получат не только производители сахара. Так, крестьянские фермеры все еще отказываются от удобрений, как результат снижения урожайности. Министр обещал помочь производителям деньгами, взамен они не должны повышать цены. Но, как выяснилось, эти деньги пока даже не предусмотрены. То есть казахстанцев ожидает новое повышение цен. Вопрос был про стабилизацию цен на продовольственные товары. Нету здесь никаких средств в бюджете? Да, здесь, наверное, то, что касается стабилизации цен, прямых расходов не предусмотрено. Но в рамках расходов Министерства торговли и интеграции сейчас обсуждается создание новой информационной системы. Это вот с учетом пересмотра подходов по распределительной системе товаров. Поэтому сейчас оно в разработке, деньги будут предусмотрены уже после окончательной его проработки. Сколько денег направит на сельское здравоохранение в Казахстане? Расходы на здравоохранение села включены в расходы первичной медико-санитарной помощи. На сегодня запланировано 460 миллиардов тенге, из них 40% идет на село. Также на стационары села предусмотрены расходы в рамках обязательного социального медицинского страхования и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи – порядка 300 миллиардов тенге. Итого 500 с лишним миллиардов тенге на село. Наряду с этим, по словам министра, в сельской местности низкое качество наблюдения и недостаточная доступность консультативно-диагностических услуг и лекарственных средств пациентам с хроническими заболеваниями. Это, в свою очередь, оказывает опосредованное влияние на некоторые показатели здоровья населения, добавила Ажар-Гениат. В годы реформирования системы здравоохранения сокращались койки и закрывали сельские больницы. В этой связи в селах отмечался отток медицинских кадров. Несмотря на принимаемые меры, на сегодня дефицит кадров на селе сохраняется. Так, на начало текущего года дефицит медицинских кадров на селе составляет порядка 1000 единиц. По последним данным ВОЗ, в Казахстане растет число детей с избыточным весом и диагнозом ожирения. Каждый пятый ребенок возрасте 9 лет страдает от этого. Чаще всего лишние килограммы набирают дети, проживающие в городе и не получавшие в младенчестве грудное молоко. Дети постарше школьного возраста регулярно потребляют сахаросодержащие прохладительные напитки. Почти половина из них еженедельно. Еще есть серьезная проблема, связанная с недостатком полноценного питания детей. Согласно исследованиям ЮНИСЕФ, сегодня в Казахстане около 1 миллиона детей проживают в семьях с низкими доходами, где родители не в состоянии обеспечить сбалансированное питание детей. Мы выделяем три времени, связанные с питанием. Это избыточное питание, недостаточное питание, а также несбалансированное питание, которое выражается в дефиците или наоборот избитке макро- и микронутриентов, включая витамины и минералы. Особную обеспокоенность вызывает рост избыточной массы тела и ожирение среди детей. Эксперты предлагают увеличить налогообложение на сахар для сокращения спроса на вредные продукты, ограничить рекламу сахаросодержащих продуктов, а также смесей для искусственного вскармливания детей. И вообще, стандарт школьного питания должен быть пересмотрен с обязательным употреблением порции фруктов или хотя бы одного яблока в день, а также хотя бы одного стакана молока. Еще было бы хорошо, чтобы питание было обогащено элементарными витаминами – Д, йодом и кальцием. Организация также предлагает ввести в стране бесплатные горячие обеды для всех школьников, вне зависимости от социального статуса семьи. На 500 миллионов долларов выросли валютные активы Нацфонда в августе. По предварительным данным, в августе объем валютных активов Национального фонда составил 53 миллиарда 800 миллионов долларов. Об этом сообщил и заместитель председателя Национального банка Алия Молдобекова. Она отметила, что в прошедшем месяце из Национального фонда в республиканский бюджет было выделено 384 миллиарда тенге в виде трансфертов, основная часть которых была выделена за счет тенговых поступлений фонд в размере порядка 338 миллиардов тенге, а также за счет остатка на тенговом счете Национального фонда. В прошедшем месяце Национальный банк не осуществлял продажу валютных активов Нацфонда на внутреннем валютном рынке. При этом валютные поступления в фонд в августе составили 1 миллиард 760 миллионов долларов, сообщила Молдобекова. Вместе с тем она отметила, что инвестиционный доход Нацфонда в августе был негативным. По словам Молдобековой, снижение рынка облигаций и акций связано с глобальным оттоком капитала в инструменты денежного рынка. Это происходило на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центробанками. При этом долгосрочная доходность Национального фонда с начала создания в годовом выражении составила 3,05%. Банкноты номиналом в 200 тенге являются законным платежным средством, а в этом сообщает филиал Национального банка Республики Казахстан. Купюры номиналом в 200 тенге наряду с монетами должны принимать по всем видам платежей, банковских операций и переводов. Срок действия банкнот не обозначен, а изоборот, они изымаются по мере естественного износа. В случае, если какие-либо организации или физические лица отказываются в приеме данных банкнот, то те люди, которые хотят ими заплатить, то могут обратиться с заявлением в филиал Национального банка, то есть наш филиал. Но для этого мы рекомендуем сам факт отказа зафиксировать на видеокамеру ваших смартфонов или же получить письменные обоснования отказа от лица, который отказывается в приеме данной банкноты. Небольшой спад заболеваемости коронавирусом за сутки зафиксирован в Казахстане. Об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции на 7 сентября сообщили в межведомственной комиссии. Так, за сутки 253 казахстанца заболели COVID-19. Ни одного заболевшего коронавирусной инфекции не выявили в Шемкенте. Больше всего случаев зафиксировано в Нур-Султане – 51, в Акмолинской и Карагандинской областях – 36 и 28 случаев соответственно. Вместе с этим 333 человека выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки. Самый высокий показатель наблюдается в Нур-Султане – 45 человек. В Мангустаусской области осудили сотрудника антикоррупционной службы. За получение взятки следователя Осета из Басарова приговорили штрафу в 15 миллионов тенге, а также пожизненно лишили прав занимать должность на государственной службе. Приговор вступил в законную силу. Судом установлено, что из Басаров получил через посредника взятку в виде денег в сумме 1 миллион тенге за непривлечение к ответственности взятка дателя за незаконные действия. Признание вины и чистосердечное раскаяние сотрудника антикора поспособствовали раскрытию уголовного правонарушения. Стоит отметить, текст сотрудника разоблачили коллеги по цеху из департамента собственной безопасности агентства. На официальном сайте антикора заверяют – бескомпромиссная борьба с коррупцией ведется и в собственных рядах. К слову, посредник также понес наказание. Его оштрафовали на 20 миллионов тенге с пожизненным лишением прав занимать должность на государственной службе. Второй посуде принесли виновные в совершении статьи 368 часть 1, 190 часть 1, 28 часть 4, 367 часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан и в соответствии со статьей 58 часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания, более строгим, окончательно назначится штраф в размере 20 миллионов тенге. Задержанного при спецоперации по ликвидации преступной группы, промышлявшей контрабандой поставкой наркотических средств и их реализации, осудили на 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении Уголовной исполнительной системы максимальной безопасности. Напомним, агентством по финансовому мониторингу совместно с Комитетом национальной безопасности в Нур-Султане Алматы была проведена спецоперация по предотвращению деятельности лиц, поставлявших и распространявших наркотические средства на территории Казахстана. Они были задержаны в момент получения очередной международной посылки, упакованной в корма для домашних животных. Общий вес наркотиков составил более 7 килограмм марихуаны и мефедрона. По решению суда, изъятые наркотические средства уничтожены. Агентство по финансовому мониторингу продолжит активную работу по выявлению и пресечению преступлений, наносящих непоправимый вред здоровью граждан страны. В результате ДТП автомобиль сбил четырех лошадей. В аварии пострадали и люди, которых доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Западно-Казахстанской области. Инцидент произошел 9 сентября около 7 часов утра. На 85-м километре дороги Уральск-Атрау в районе села Самал автомобиль Volkswagen Charan сбил лошадей. В результате пять человек с различными травмами были доставлены в Акжаикскую центральную районную больницу. Двое из них – маленькие дети, возрасте трех и одного месяца. Также пострадали водитель 1979 года рождения, женщина 1983 года рождения и девушка 2001 года рождения. По словам правоохранителей, в настоящее время ведется розыск владельцев скота. Начато досудебное расследование. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 части 1 Уголовного консульта Республики Казахстан. В Уральске поезд сбил несовершеннолетнюю девушку. Случай произошел 8 сентября на перегоне Уральска-Желаева. От полученных травм она скончалась на месте. Всего за период текущего года в Западно-Казахстанской области зафиксировано 4 смертельных случая наезда ЖД состава на пешеходов. Три из них на участке Уральска-Желаева. 8 сентября текущего года на перегоне Уральска-Желаева допущен один факт наезда на несовершеннолетнюю, который от полученных травм скончался на месте. По данному факту начато досудебное расследование по статье 344 части 2 УК РК. За истекший период по данному указанному участку допущено два подобных факта со смертельным исходом. На данном участке Уральска-Желаева отсутствует ограждение. Ранее во все инстанции были направлены письма, однако вопрос остается открытым. Жители Актубе выступили против строительства магазина на детской площадке. Скандал разразился в 12 микрорайоне. Жильцы четырех многоэтажек возмущены тем, что прямо под их окнами собираются открыть мясной павильон. По их словам, торговых точек вокруг предостаточно, а вот игровая площадка всего одна. Здесь ничего не благоустроенное. У меня двое внуков. Выйти негде гулять, негде на четыре дома. Вот такая маленькая площадка. Мы здесь не играем. Мы ходим в соседний дом к брату, потому что здесь играть невозможно. У меня оба ребенка аллергики. Мы летом вообще сюда не выходим. Детей очень много. Мы поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы у нас во дворе построили воркаут-площадку для детей постарше, чтобы построили футбольное поле для детей, кто увлекается футболом, чтобы баскетбольная площадка была. В городском отделе архитектуры сообщили, что на 15 квадратных метрах владелец участка собирается возвести одноэтажный магазин. Но после многочисленных жалоб со стороны жильцов работы пришлось приостановить. Данный земельный участок с целевым назначением для размещения обслуженного магазина находится в частной собственности у предпринимателей с 2010 года. Разрешительные документы, в том числе архитектурно-планировочные здания и скизные проекты получены владельцами данного магазина. Если жители будут также против строительства данного дома на территории их многоэтажного жилого дома, то, скорее всего, будет рассматриваться вопрос о переносе данного земельного участка. Окончательное решение в Акимате примут после проведения общественных слушаний. Жители тем временем собирают подписи. Против строительства магазина уже выступили больше 60 человек. Цветочный мед собственной пасеки продает семьи Огореловых из села Мартуг, Октябрьской области. По словам Анастасии, развивать все пчеловольство помогают и безвозмездные гранты от государства. В этом году она выиграла 4 миллиона тенге на покупку оборудования. При этом в каждом бизнесе есть свои радости и трудности, говорит сельская предпринимательница. Сталкиваемся мы с проблемами, это сбыт, это реклама, пчеловодство. Мы сталкиваемся с таким, что нет цветов полевых, то выкосили, то сгорело. Поэтому именно своей базы нет. Сейчас мы пытаемся взять землю, чтобы самим сеять, чтобы пчелы оттуда носили, чтобы именно стационарно встать. Сейчас мы передвижны, мы кочевые. То есть мы переезжаем с одного места, где-то зацвело, туда переезжаем, вот это вот, с места на место. Больше 20 тысяч жительниц Октюбинской области занимаются бизнесом. Мартугский дом культуры стал площадкой для встречи деловых женщин со всей области. Республиканский бизнес-форум посвящен жительницам села, которые открыли свое дело. Каждая из них поделилась своей историей успеха. Все мы начинали с нуля, прошли курсы в палате предпринимателей, защищали свои проекты. На свой первый грант я открыла в поселке Пекарню. Сейчас занимаемся кооперацией и расширяем производство. В гору идут дела и у других участниц программы «Бастау-бизнес». С ними встретился автор успешного проекта. По словам Эльдара Жумагазеева, такие форумы пройдут во всех регионах, где запустят проекты, направленные на поддержку сельских женщин. Я думаю, что такой линк, когда люди, которые могут принять решение на республиканском уровне, общаются с сельскими женщинами, я думаю, очень полезен для страны в целом. Октюбинская область в лидерах по развитию массового предпринимательства. Только на финансирование проектов МСБ ежегодно выделяется до 11 миллиардов тенге. Правоохранители Западно-Казахстанской области проводят очередную акцию «Приемная на дороге». Мероприятие, организованное по всей стране, продлится два дня – 9 и 10 сентября. Основная цель – наладить тесный контакт с населением и ответить на их актуальные вопросы. С начала года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 65 человек, 288 получили различные телесные повреждения. По итогам 8 месяцев зарегистрировано 205 дорожно-транспортных происшествий, в котором 65 человек погибло и 288 человек получили телесные повреждения различной степени. Жители города могут обратиться в департамент полиции по вопросам администрации, местной полиции и миграционной службы. Только за первые полдня юридические консультации получили более 30 человек. Я поддерживаю данную акцию и считаю, что нужно данную акцию проводить на постоянной основе, чтобы наша подрастающая молодежь знала все законы и правила дорожного движения. Акция «Приёмная на дороге» проводится по указанию Министерства внутренних дел Республики Казахстан. В областном центре данная акция проходит в трёх местах. Итоги будут подведены вечером 10 сентября. Во Дворце искусств Атамикен прошёл творческий вечер известного в стране певца-композитора лауреата республиканских конкурсов Ербола Акбасова. Мероприятие собрало полный зрительный зал. В концерте приняли участие ряд звёзд казахстанской эстрады и местные певцы. Макпал Жунусова, Рамазан Стамгазиев, Караката Бильдина и другие. Они исполнили песни автора. «Я с детства занимаюсь музыкой и рад, что известные певцы исполняют мои песни. Спасибо администрации города за помощь в организации концерта. Это мой первый большой концерт, и я очень рад, что удалось собрать полный концертный зал». Чтобы сделать жизнь комфортней и при этом сэкономить время, невозможно обойтись без бытовой техники. Магазин электроники и бытовой техники «Мечта» поможет вам приобрести товар по самым выгодным предложениям. Скидку вы можете выбрать сами. 20% на второй, 50% на третий и 70% на четвёртый товар. Либо кэшбэк до 20%. Покупку можно приобрести в рассрочку сроком до 12 месяцев. Уважаемые жители и гости города, приобретайте то, что давно хотели, но никак не успевали. Последний шанс – успеть на летние акции «Мечты», купить подарки к учебному году. Выбирайте скидку 20% на второй, 50% на третий, 70% на четвёртый или 99% на пятый товар. Либо кэшбэк до 20% и возможность оформить всё это в рассрочку до 12 месяцев от Каспи-банка без комиссии и переплат. Делайте правильный выбор. Покупайте технику в выгодном мечте. Приходите, мы будем рады вас видеть. Спешите сделать выгодную покупку. Магазин электроники и бытовой техники «Мечта» ждёт вас по адресам. Город Уральск, улица Курмангазе, 69, в районе Центрального рынка. Улица Сарамодатова, 10, дробь 1, а также в городе Оксай, микроэн 5, дом 6. Улица Сарамодатова, 10, дробь 1, а также в городе Оксай.